Вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают. Всем привет! И кто не знает, вы на канале о вязании, о ручной работе, и не только. Иногда я выкладываю что-то из своей жизни. Меня зовут Настя, Настя Цибизова, и я стараюсь обучить вас всех вязанию, научить вас вязать. Вы можете подписываться на мой инстаграм, заглядывать ко мне на сайт, где я располагаю много-много разных, интересных, подробных видео мастер-классов, не только от меня, но и от моей мамы. Видео мастер-классы по шитью, вышивке, по изготовлению брошек из бисера. Поэтому, думаю, всем, кто хоть чуть-чуть заинтересован в ручной работе, это будет любопытно. Давайте теперь с вами... Я хотела с вами поговорить. Видите, у меня не было давно такого разговорного видео на какую-то одну тему, и вот сейчас... Она пришла мне в голову, и ушла. Я забыла. Чего взяла? О чем я хотела поговорить? А, все, я вспомнила. Я хотела с вами поговорить о развитии вязания. Развитии вязания, потому что в вязальной такой индустрии, именно, я бы сказала, инстаграм-индустрии, я нахожусь давно. Инстаграм вести именно о вязании, специализированный такой инстаграм рабочий. Я начала, думаю, где-то с 11-го, может быть, года, еще учась в общежитии в театральном. И потом, я думаю, что это было где-то в 17-м, наверное... Нет, в 16-м, в 16-м году я инстаграм удалила полностью. И вот сейчас у меня такой довольно новый инстаграм обновленный. Почему удаляла инстаграм, я уже вам рассказывала. Вы можете найти это видео где-то у меня там в истории. То есть моему инстаграму чуть больше года, наверное. Ютуб-каналу меньше года. И, собственно, я горжусь тем, что у меня на канале там 20 тысяч подписчиков, в инстаграме около 10. И я считаю, что за год это хороший очень результат. Но я все это говорю к тому, что у меня немолодой канал. И в вязальной инстаграме индустрии я довольно давно и знаю, как она разбивалась. Мне кажется, это очень интересная тема. Почему? Потому что тогда, когда все началось, когда девушки начали гордиться тем, что они вяжут, потому что раньше это казалось, мне кажется, зазорным. Раньше никто не вязал в метро, на улице. И все считали, что, мне кажется, женщина должна сидеть в уголочке у себя дома и вязать носочек. И на этом ее вот эта любовь к ручному труду, она заканчивалась. Что происходит сейчас? Сейчас практически, мне кажется, каждая вторая или третья девушка, которая учится вязать, и, научившись вязать, она пытается на этом построить бизнес. И я считаю, что это очень круто. Но это же правда классно, потому что желание превратить свою любимую ручную работу в нечто большее, в дело своей жизни, это заслуживает уважения. То есть очень многие сейчас учатся зарабатывать на своем любимом деле. И это классно. Это круто, когда человек может сказать, я люблю свою работу, плюс эта работа приносит какой-то бюджет. Я сама одна из таких. Я, кто особо не вязал в школьное время, то есть, когда я стала студенткой, я начала вязать, я практически сразу превратила вязание в бизнес. Я нашла дизайнера, с которым создала коллекцию. Я оставлю фотографии, вы можете посмотреть, это очень любопытно. И, кстати, у меня на сайте, в разделе блог, вы можете посмотреть полную эту коллекцию, фотографию. И посмотрите, это заслуживает, мне кажется, внимания. И практически сразу в институте, а училась я в театральном, я параллельно вот создавала такую коллекцию вязаных вещей с дизайнером Настей Климовой из омут, которая до сих пор создает очень интересные вещи. Сейчас, по-моему, она специализируется на аксессуарах из цепей. Эта коллекция продалась сразу. Ну, буквально сразу, когда я довязала, если я не ошибаюсь, там было около восьми вот таких странных вещей или больше. Но какая-то девушка купила сразу, и на ней это очень классно смотрелось. Очень качественно и круто. И вот после этого я, поверив как-то в свои силы, начала все больше и больше углубляться в вязание. Мне это безумно нравилось, оно мне нравится до сих пор. И я думаю, что вряд ли настанет время, когда я не буду совсем ничего вязать. Но кто знает. Что же было на тот момент? На тот момент, когда я как-то прониклась во всё это, создала Инстаграм, начала его вести, я начала подписываться на тоже, на таких же девушек, которые проводили живые мастер-классы, исключительно живые мастер-классы. Обратите внимание, раньше никогда в России. Я буду говорить про Россию, и, собственно, я буду говорить про свои наблюдения. Поэтому если вдруг вы как-то по-другому это всё видите, то ничего страшного, у нас просто разные с вами видения. Я вот просто лично своё такое мнение буду вам рассказывать. Мне кажется, что тогда никто не проводил интернет-мастер-классов, мастер-классов виртуальных, курсы, как это сейчас называется, либо видео-мастер-классы, как в моём случае, либо курсы на расстоянии. То есть сейчас огромный вариант, если вы находитесь где-то в ноябрьске, вы можете написать мне и получить видео-мастер-класс, и научиться вязать. Тогда этого не было. Тогда была только возможность приехать туда, где специализируется та или иная вязальщица, и на личном живом мастер-классе с ней позаниматься и задать ей вопросы. В этом были свои плюсы, потому что у меня тоже есть на канале видео-мастер-класс, где я говорю, что я никогда не буду делать видео-мастер-классов, и, собственно, вот никогда не говори никогда. Сейчас это одна из моих специальностей. Но на тот момент, когда вот все проводили эти живые мастер-классы, и я проводила эти живые мастер-классы в салоне, или-или, либо в каких-то кафе мы собирались, мы делали, вязали что-то, шапки, свитера, были мастер-классы по узорам. В общем, разная-разная специфика была об этом. Но какое моё ещё наблюдение, это то, что ни одна из вязальщиц, которая набирала обороты, набирала популярность, не делилась своими секретами в Инстаграме и вообще нигде. Это было табу. Всю пряжу перекладывали этикеткой вниз, и никогда вы не нашли бы на этих фотографиях марку производителя пряжи, название пряжи, состав пряжи, название спиц. Многие закупались какими-то интересными спицами в Америке, очень долго ждали, привозили, причём это не обязательно была качественная спица, но вот было круто как-то отличиться, найти пряжу, из которой никто не вязал, заинтересовать своих подписчиков, но обязательно не отвечать ни в коем случае на вопрос, что это за пряжь. Конечно же, сейчас вязание шагнуло вперёд, и вперёд очень качественно, и можно этим гордиться, потому что сейчас вы не найдёте вязальщицу, которая прячет эти... Хотя, может быть, и найдёте, но я не на многих вязальщицах подписана, но на тех, кого она подписана, никто уже этого не скрывает. Все, в принципе, очень круто разобрались в пряже. Сейчас те, кто вяжут в пряже, разбираются, и если я увижу какой-то моток на картинке, даже на картинке, и мне его не дадут пощупать, скорее всего, я догадаюсь, что это за состав, чего не было раньше, конечно же. И поэтому сейчас, если вы задаёте вопрос, что это за пряжа, то, скорее всего, либо в тегах, либо в названии, либо в самой картинке, если на неё нажать указан производитель, либо вязальщица сама вам откроет карты. Ну и бывают какие-то, наверное, исключительные случаи, когда это преподносится как секрет, но это уже редкость. Что касается тех же спиц, сейчас, наоборот, начинают толкать массы какого-то одного производителя, того же Лики, который мне совершенно не близок, мне очень нравятся сами спицы из берёзы, их фактура, но ужасные лески Книпро, которые во всех наборах одинаковые, совершенно не гнущиеся, это совершенно не моё, но сейчас, наоборот, у всех вязальщиц одновременно запускаются, ну это реклама, когда все рекламируют один и тот же товар и говорят Лики-Лики-Лики-Лики-Лики, и обязательно всё это скупается, конечно же. Бух! Вот. И, конечно, сейчас нужно иметь своё мнение, нужно разбираться в пряже, разбираться в спицах и понимать, что вам нравится, а что вы никогда не будете из этого вязать. То есть найти своё, найти то, чем вам не стыдно делиться с вашими подписчиками и, конечно же, вот заводить этим публику. Также это вязание, чем изменилось вязание ещё? Это вязание в общественных местах. Однозначно сейчас, мне кажется, никто не стесняется вязать в общественных местах, есть даже какого-то июня, если я не ошибаюсь, или августа, день вязания на публичных местах. То есть даже есть такой день, праздник в календаре, когда все могут выйти и повязать в общественных местах, и, собственно, даже вязальщицы устраивают разные встречи. И это довольно любопытно, потому что даже я как-то немножечко всегда стеснялась вязать раньше, мне казалось, что на меня как-то странно поглядывают, но сейчас никто не подлядывает. Сейчас для всех это нормально, кто-то может спросить, что вяжете, и на этом как бы заканчивается, потому что это нормально. Плюс вяжут мужчины, начали вязать мужчины, и у меня в друзьях есть некоторые мужчины, которые тоже вяжут, покупают видео мастер-классы, и это, мне кажется, тоже говорит о том, что вязание шагнуло вперед, и даже есть аккаунт, да, наверное, вы все знаете, я, к сожалению, не назову сейчас этого чувака, американского, который вяжет дичайшие, просто яркие какие-то вещи, и у него очень большой контент, и это тоже, конечно же, любопытно. Так вот, заканчивая видео, я хотела просто сказать, что круто, что круто на самом деле, что у нас получается двигать вязание вперед, не оставлять его на том месте, когда вязание было ассоциацией только с бабушками, но сейчас вязание – это бизнес, можно сказать, который любая женщина может правильно преподнеся, заработать на этом, заработать хорошие деньги, и сделать это своей дополнительной работой, своим дополнительным заработком. Вот, и я считаю, что это такая маленькая победа. Вот, поэтому давайте вместе еще шагать вперед, и всем пока, и до следующего победника. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...